Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района совместно с Детской школой искусств города Видное впервые организовали московский областной открытый конкурс эстрадно-джазовой и современной музыки. На два дня, 13 и 14 апреля, Детская школа искусств превратилась в концертный зал, куда спешили любители музыки и профессионалы. 62 конкурсанта из 30 муниципальных образований Московской области соревновались в исполнительском искусстве, используя инструменты, входящие в состав эстрадно-симфонического оркестра – ударные, духовые, струнные, фортепиано. Московский областной конкурс – это лучшие представители духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки в возрасте от 9 до 25 лет. Вас очень уважают, потому что вы очень много трудитесь. Я к детям обращаюсь и к педагогам, и к родителям тоже. Поэтому все эти труды должны быть не напрасны. Конкурсная программа включала три номинации – ансамбли, оркестры и солисты-инструменталисты. Мне очень нравится вообще в конкурсах принимать участие, места занимать, ну и все. И как бы еще к зрителям привыкать. Привыкать. Я вот готовился долго, произведения с преподавателями выбрал, и мне вот очень они понравились. Есть возможность у детишек показать свои возможности. Они давно рвутся в бой, как говорится, они давно мечтают выступить. Ожидаю, конечно, многого. Есть очень способные, талантливые дети. Мы встречались с ними на других конкурсах. Мелодии вальсов, маршей, танго, фокстротов, румбы – красота и многообразие живой музыки. В исполнении классических и эстрадно-джазовых произведений можно было заметить проявление творческого характера конкурсантов, их самовыражение. Учащийся детской музыкальной школы города Каширы Полина Михина – неоднократный участник областных фестивалей и конкурсов. В этот раз она порадовала любителей музыки исполнением романса Глеера и популярной токкатой французского композитора Поля Мариа. Когда вышло, было немного страшно, а потом страх просто ушел и уже все отлично пошло. Восторг, какая-то радость. То, что я выступаю, это очень хорошо. Юные артисты подарили слушателям прекрасное общение с музыкой, но особенно оценили исполнительское искусство члены жюри конкурса. Если исполнительское мастерство возрастает в связи, может быть, с возрастом, чуть постарше ребенок, тем ему эмоциональнее легче самовыражаться, а младшим, естественно, трудновато. Яркие и притягательные мелодии то окунали в мир джаза, то звучали нотами современности. Но, несомненно, создавали атмосферу праздника и вдохновляли музыкантов на новые творческие идеи. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.